Всем привет! Меня зовут Леся и вы на канале Леся Китчен. Сегодня мы с вами будем готовить замечательную икру из кабачков. Кабачковую икру по классическому рецепту, как в детстве. Кабачки я почистила, удалила из них сердцевинку и сейчас их нужно будет порезать. Резать можно любыми кусочками, можно более мелко, можно средне, потому что мы будем нашу икру тушить. Соответственно все они, все кусочки эти наши разварятся. Кабачки мы порезали. Здесь 2 килограмма очищенных нарезанных кабачков. Теперь очередь лука. Лука нам потребуется 1 килограмм, поскольку у меня луковицы такие большие. Вот буквально 2,5 луковицы то есть килограмм. Лук будем резать мелким кубиком. Лук мы порезали. Здесь 1 килограмм порезанного на кубики лука. Также нам потребуется 3 средних помидорки и пол килограмма морковки. Первым делом займемся помидорками. Нам нужно снять с помидорок кожу. Соответственно мы делаем такие глубокие надрезы, но не до конца прорезаем, прорезаем и сейчас будем заливать кипятком. Так, все помидорки я надрезала и сейчас их зальем кипятком. И в кипятке шкурка очень легко и просто отойдет. Ну вы увидите сами. Буквально пусть они здесь полежат минут 5. Ну а пока займемся морковкой. Можно ее натереть на крупной терке, а можно ее разрезать кольцами, например, или еще на более мелкие кусочки. Как вам больше нравится. Чем крупнее кусочки, чем дольше морковка будет тушиться до мягкости. Поэтому лучше все-таки, конечно, немножечко ее поменьше. Вот морковку мы измельчили где-то на 4 части, где-то на 2 части, в зависимости от размера. Теперь пришел черед помидорок. Давайте посмотрим, что произошло с помидорками. Смотрите, кожа снимается теперь легко и просто. Главное ее подцепить. И таким вот образом мы всю кожу с наших помидорок без труда снимем. Абсолютно чистая помидорка. И так поступим со всеми. Дорогие друзья, теперь помидорки мы нарежем. Мы их очистим от кожуры. Нарежем их хаотично, как вам больше нравится. Отмельчить не обязательно. Так вот они благополучно разместились. Теперь займемся обжаркой овощей. Для этого в сковородку мы нальем 200 миллилитров растительного масла без запаха. И в самую первую очередь всыпем лук. Лука у нас 1 килограмм. И хорошенечко его обжарим. Лучок у нас уже, видите, стал прозрачным. Сейчас мы его немножечко подрумяним. И, конечно же, не забывайте помешивать, чтобы не пригорел. Лучок уже достаточно подрумянился. До коричневого доводить нет смысла. Поэтому я сейчас его буду снимать с огня и перекладывать на помидоры в кастрюльку. Лук я весь переместила с помидором в кастрюльку. И теперь на этом же масле обжариваю морковку. Также ее перемешиваем, чтобы не подгорело. Морковочка в течение 5 минут у нас обжаривалась. И сейчас мы ее будем снимать с огня. И добавлять к нашим овощам в кастрюльку. Ну вот, пришла и очередь морковки. Так, овощи у нас уже в кастрюльке. И сейчас будем помещать к нашим овощам кабачки. Все, кабачки в кастрюльке. Уменьшаем огонь с 14 на 11. И тушим, периодически помешивая, чтобы у нас ничего не пригорело. Пушить мы будем примерно 40 минут. 5 минут протушила и перемешиваю, поднимая наши овощи со дна. Чтобы не получилось так, что что-то у нас протушилось, а что-то еще осталось сырым. Дорогие друзья, давайте посмотрим, что у нас тут происходит. Смотрите, насколько уже уварилась наша икра будущая. И сейчас будем добавлять чесночок. Чесночок нам потребуется 5 зубчиков. Я их порезала мелким кубиком. Конечно же, все сейчас перемешаем. Ну что, дорогие мои, овощи протушились в течение 40 минут. И сейчас я их буду снимать с огня. Остужу немножечко и пробью блендером. Икра наша немножко подостыла. И теперь мы ее взобьем блендером. Ну что, икру взбили блендером. Теперь добавляем 3 чайные ложечки сахара. 3 чайные ложки с горкой соли. 2 столовые ложки томатной пасты. И все сейчас перемешаем. И теперь наша задача еще нашу смесь прокипятить. И также чуть-чуть попозже мы нальем немного уксуса. Для того, чтобы наша икра сохранилась зимой и никак не закипится. Ставим икру опять на плиту. Добавляем черного перца. Не слишком много. И сейчас вольем уксус. Параллельно с тем, что стоит икра на плите, у меня здесь кипятятся крышечки. Крышечки достаточно прокипятить 5 минут. В духовке стерилизуются баночки. При 150 градусах буквально 15 минут. Дорогие друзья, теперь в нашу икру вливаем уксус 9%. Здесь 2 столовые ложечки. И все тщательно перемешиваем. Когда наша икра закипит, вы ее попробуйте на соль. Если вам будет недостаточно соли, то добавьте. Прокипятить икру нужно будет не более 5 минут. Ну что, дорогие мои, икра готова. Смотрите, какого она яркого, насыщенного цвета. Очень мелкая. Баночки простерилизованы. И сейчас мы будем нашу икру вливать в баночки. Банки очень горячие, поэтому осторожно. Смотрите, если у вас банки только что простерилизованные и горячие, то икру можно заливать тоже только что снятую из плиты. Если же у вас банки холодные, икру нужно будет остудить. И после этого лишь залить в баночки. Честно говоря, не знаю, какое количество икры у меня получится. Но предполагаю, что 2 литровые баночки точно. Ну и возможно еще пол литра. Вкус от икры действительно как из моего детства. Когда готовила бабушка, никакая икра продавалась в магазинах. Именно такая же по вкусу. Поэтому готовьте, даже не сомневайтесь. Вам обязательно понравится. Ее можно кушать как в горячем, так и в холодном виде. Можно прям открывать банку и сразу всю банку навернуть. Потому что очень вкусно. Дорогие мои, из указанного количества ингредиентов у нас получилось 3 баночки литровые икры. И сейчас наша задача, крышечки, которые мы прокипятили, очень-очень хорошо закрутить. Но здесь уже не обойтись мне без полотенца. Потому что и банки и крышки очень-очень горячие. Одна есть, вторая есть, третья есть. Вот такая вот замечательная икра у нас получилась. Как из детства. Уготовьте, экспериментируйте и будет вам счастье. Проявляйте любовь посредством кулинарии относительно своих близких. А с вами была я, ваша Леся. Пока-пока.